И так, ребята, всем привет, мы продолжаем проходить Ведьмак 3, Дикая Охота Итак, сейчас мы будем решать головоломочку Вот так и решу я Мы решим эту головоломку здесь и сейчас Так, посмотрим, надо понять правильный порядок Четыре одинаковых статуй Подожди, подожди, что-то произошло И правда, как будто за стеной что-то сдвинулось Последняя где, что-то я не вижу А, вот он Так Получилось Это какое-то эльфское святилище Чья это могила, как думаешь? Жаль, что надписи нет Знак чайки Если бы я не знал, где похоронена Лара Доран, то предположил бы, что это ее гробница Может, это просто памятник? Эльфы не стали бы увековечивать память о ней таким способом Для некоторых она героиня трагической легенды, но... Большинство считают ее предательницей, которая получила по заслугам за свадьбу с Крюгенином из леда Может быть, этот эльф в родстве с Ларой? Ну, это объяснило бы, зачем он помогает Цири Возможно Это ищешь? И что она делает? Надеюсь, я смогу его включить Ну что, пойдем отсюда? На самом деле, в этой серии я планирую Немножечко подкопить оренов Кроны Вот Вот Идем? Угу Поэтому Кто-то налажил иллюзию Ну вот мы и выходим Наконец-то Ну а дело того стоило, правда? Ты все-таки узнал что-то о Цири Что-то важное Ты собираешься на Кривоуховой Топе? Потом обязательно мне все расскажи Не знаю, представится ли случай Геральт Мужчины делятся на тех, кто использует случай И тех, кто этот случай создает Я всегда была уверена, что ты принадлежишь к последним Кроме того, я хотела тебя кое о чем попросить Ну, так что? Ты еще заглянешь? Конечно, мадам Чего? Да, заглянул? Обязательно Конечно Я тебя навещу Я буду ждать Будь здорова, Кера Так, магический сутильник выполнен Ну ладно, то все-таки вот Интересно, что с тем заданием делать Прочитать книгу хозяйки леса О, мы, кстати, шутового уровня Сфига себе Добжадание Кунта Цири Ладно, прочитать книгу хозяйки леса Окей Рюкзак В этой серии мы не будем заниматься сюжетом Я бы хотел Так, все Так, все Как мы это было Ладно Сейчас Откроем мотогены Другой раздел Как это делать еще? А мотогены это типа Здоровье почти 50 Ну ладно Ну ладно Ну ладно Ну ладно Можно быть Отчеты не прочитал Приглашение артвии Нет с этим кубы с этими квестами потом наверно это 5 до утра задания приглашение от кейромер папа папа дать как книгу хозяйки летом боги покинули мир нас сильные мира сего безразличны к нашей судьбе только хозяйки лету в этом доверенном злой час когда мор и голд собирают обильную шатлу проси хозяйка помощи если им будет угодно они снижают к просьбам и отвратят сглую судьбу вот как следует обращаться к хозяйкам возьми дитя юное невинное развивку в кривуюся ухо в топе а ты сика оставь пустую на хозяйкам от него идет сладкая тропинка отправь дитя по тропинке и пусть она идет по сладкому следу прямо к благодетельнице к благодетельницам ни в чему больше не будет нуждаться этой дитя ибо хозяйки щедры стоя предавторем принести свою судьбу и богаты дитя не слушать ее ибо они слушать и видят все что творится в их владениях и если все дело правильно права твоя будет услышана прочитал еще это же правильно достигнули 2 позвольте думать и вообще ребята сейчас я бы хотела как-нибудь по мирам привет балин деревне подвесить на крышах миска чем в деревне подвесе там мы вы поднекопил кронов либо продам вещи Ну, в общем, да. Вот такой у меня план. Да, е-май. Лучше, блин. Вот примерно на всего уровня. Ой. Походим отсюда. Ладно, спешим, напрямую-ка Ладно, спешим, напрямую-ка Ладно, спешим Ладно, спешим Музыка Попробуй Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Такой броник Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 приветствую вы по какому поводу я по поводу объявления про лишачиху ты его дал так и есть я вы бы этим не занялись вы же ведьма верно я понимаю я такого видал на картинке у бабки в книжице монструм или же ведьмака описание ну как сейчас помню нам-то жуть для вас что-то какая-то лишачиха поговорим о награде давайте это сколько вы хотите только чтобы патриковано патрикова сама моря ты вывода такого награде выделить и сумму и нажмите до подтвердения и вычете принят вас с водой и вы договорились если вы потребительство над вашего сиденье говорит недоволен это будет опора иначе он приведет приговора ну при приличная нормальная сумма ладно пускай будет по-вашему я займусь этим кто-нибудь видел эту лишачиху может о ней рассказать старый вильям должно быть видел но он вам ничего не скажет слабое у него было сердце нашли мы его утром на полях так что люди теперь боятся поначалу ходить но поговорите с агнеты вроде она видала призрака и с ней ничего не случилось с ней так как и тогда про их можно и берегу с такой прибавкой и лишачиха не сдонжит тот самый белоголовый в пункте говорят ты можешь рассказать про призрак Да, видела я ее. Лишачиху видела, как тебя сейчас вижу, ведьмак. Как она выглядела? Попробую ее описать. По правде сказать, не то чтобы я ее разглядела, смеркалась уже, и тут мне какое-то облако бледное поблазнилось, будто пар. Подошла я ближе, а облако густеть начало, и увидела я, будто лицо в тумане. И что было потом? А что должно быть? Думаешь, я ждать буду, покуда она мне вся покажется? Побежала я в деревню, рассказывать? Ясно. Говоришь, она появилась сразу, как стемнело? Это важно, спасибо. Будь здорова. Так, ну что, погнали туда. Обычка бледа спаляет под эту мать. Так, давайте-ка мы, ребята. А, у меня хотя бы две кроны, наверное, не дают, да? Амулетики? Без артики? Может череп? Покажи мне свои товары. Зубы мертвецов. Ну, хотя у меня кронов-то и нет, блин, ладно. Я хотя бы так немножечко это... Прощай. Кроны подниму, заботу, а то денег вообще нет. Кто пойдет, Рэдик, по лужам? Когда вернется мама? Это планетники нам дождь посылают. Здесь шла женщина, босиком. Ткань. Возможно, часть платья. Она зацепилась за кусты. Судя по расстоянию между следами, она бежала. Потому и порвала платье. Кто за ней гнался? Кто за ней гнался? Лето! Убежать она не смогла. Он ударил ее ножом и перерезал ей горло. Странно, что нож он оставил. На нем засохшая кровь. Это может пригодиться. А в эту сторону он тянул тело. Здесь видны следы. Убийца отнес тело в лес. Но дело не глубокое, а он спешил. Что-то торчит из земли. Письмо? Хоть я и говорила ему, что не хочу его знать. Зная, что это букая, не боишься, а вот я боюсь. Он говорит, что любит, только это не такая любовь, как тобой. А червенила страшная. Не даже был на нам букай покоя никогда. Надо нам бежать. Оставь мне опять там, где всегда ты, где всегда. Твоя Джоля. Похоже, девушка убил, отвергнутый возлет. Полуношница. Староста наверняка знал эту девушку. Надо будет его расспросить. Ну-ка. Мир полностью интересным местами, где оплата следователей поджидает вероятность опасности. Великие лица сокровища. Подробные точки отметены на администрации. Это еще одна камень. Подземелье. Бандитский лагерь. Набороженное поселение. Стройки под охраной. Контрабанда. Военные труки. Человек спасался за двумя. Силы. Биздал Чудович. Староста-насекравище. Логово Чудович. Понял. Ну-ка. О! 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 Не, это мне просто подканули, ребята. Так, сейчас. Игра не остается. Да, экипа все, да? Ну, в принципе, неплохо, неплохо пока. У тебя сегодня плохой день. А! Да, я буду поддержать. Я не смогу продвинуть. Юп. Айя, Калду! Два ёбка на пятера. Субтитры сделал DimaTorzok ну не повезло ребята так чуть не понял у фуфа лет я возьму играть это можно будет продать ребят это можно будет продать это обычный фармой нож печень волка о да этот волк ребята тут волк я не хочу застрадать были у меня проблемы с здоровьем поэтому давайте помедитируем часик потому что мы на нас волк я не хочу сказать и потом надо а вы купите и 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 привет вы по какому поводу ты знал зулю и букая они кажется жили в этой деревне добрые боги откуда вы знали начаровали что они оба как сквозь землю провалились мы их неделю не видели я нашел могилу этой девушки письмо из него следует что она отвягла букая потому что любила другого за ульян тогда мы думали они на север сбежали счастье искать и букая примерно тогда же съехал то есть значится это призрачница наша зуля не может быть такая добрая была девушка такая ладно может вы знаете где они встречались молодые то обычно на поляну ходят на запад от деревни за поля зу добрые боги не хозяйки что в чаще правят проклятие это я не с ним придется изгонять призрака для этого надо привязать его к месту а О, карминкара! аааа ок, урон он у меня не символ минает Параман Это не такие Драги,драги,драги Поехали! 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 Ага, ну, понятно. Заный ответ. Так, ребят, все. Я понял, как дешечку мочить. А я, как обычно, видимо, не посмотрел. Кротив чего. Поехали, можно и победить. Повторяйте, ты влог. Похалом... так вижу ирден да и да ирден давай войдем давай давай в принципе можно и дрались опять таки этот процесс долгий будет поэтому давайте еще раз еще одну попытку используя если будет провал опять я убью ее без записи это лишит чиху и а и и и и и и и и а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну давайте попробуем еще разочек DimaTorzok 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 я мою не сдохнулись и боли но почти чуть-чуть оставалось а ну что может быть этого раза получится тихо 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 вот подальше вот и просто я но это конечно на хороший такой борт вообще все бери вот полуноченцы темная пыль вот один из полуноченцы зубы пеники в ранах и третий полуноченцы я получаю награду на самом деле скажу честно это была задача не простых но мы справились 50 попытки если бы приветствую вы по какому поводу я избавился от лишь очи хи больше не вернется и я знаю как справиться с полуноченцы ясное дело вот тут награда вам как обещали спасибо вам мастер ведьмак прощай ой нелегко это 40 опыта как совет там кроме кирпича 9 яй только и брал ух ты хочу карта мира вот его на место который у нас нашли отмечаются на карте мира у меня такой вопрос а зачем я опять же это все показывать я и так знаю в болин я это знаю вы чё пишете так все у нас там по заданиям вот надо это все-таки задание загуглить категория криво кто-то а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 но ты бегу опасно помедитируй и сохранить пожалуй сохраним 5 да блин пупов куда она там наверно приземлил Играет музыка. Играет музыка. А блин. Пора не поймешь, когда она атакует Бавер. Это вот Абаба. Но надо ее победить. Все-таки. Абаба. Ух ты! Продолжение следует... 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 30, 58, 72, 25, ну вот это тогда, остальное я бы не продал но я продам покупать будете ли смотри покажи мне свой товар 58 32 я не буду продавать значит это я это я продам это я продам это тоже продам не нужно когда продам 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 hai hai но не прощай да а так как день дальше на треволуховых топе пойдем выполнять надо и дальше уже по человеку сидите на эту тарту пилотка покупать будете ли покажи мне свой товар ой давайте я ничего не отойдет кому я взгляну прощай что лучше пешком пройтись тут я не буду на она замок вронит все-таки я бы хотел пить еды там что неплохая работа моему любушки подвернулась самогону желаете покажи мне свои товары но это масло ну давайте хлеба это купим И бутылку воды. Все, открытку все взял, все собрал. На, пошла. Что-то смело ведет меня на бой. Что-то я не такой-то смелый, а смельчак рыбарный. Не, на 800 метров гоняйте, конечно, 5 лет. Эй, ты дал. Что? О, начальник, начальник. Тихо, Соби. Я вижу, мастер. Теперь вижу. Мы... Цех узнаете? Да, сударь. Только прошу, не держите на нас зла, чтобы сразу не сообразить. Начальник, начальник! Может так случиться, что скоро я снова буду здесь проезжать, кто знает. И вот тогда я вас здесь видеть не хочу, это ясно? Да, и ясно, и солнце, сударь. Счастливого пути! Начальник, начальник! Чего там, Соби? Начальник, это видимо. Чего? Чего? На! Она даже пускает фигу. Не, она 600 метров стоит, какая-то какая-то. Так, ладно, здесь бандитов, который мне не нужен, видите, перед? Как нет? Пройдет! А, нет, ни сей, ни сей. Неnis-на-ди-на-ди. Хорош! Продолжение следует... 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 И... и чужие детей крадут. Я задам тебе только один вопрос. Ничего ты ему не задашь. Ты чужой. Нельзя с чужими разговаривать. Давай есть. Сук со шкварками. Ты слышал? Он говорит, что боится тебя. Не пугай мне детей. А здесь подробно не бабушку из хаты. Бабушка вас не обижает, не колотит? Никогда. Если мы что плохое сделаем, то она плачет. И боится. Потому что говорит, что нас чужие могут собрать, и мы тогда пропадем. Мальчик, который с Ивасиком водится, должен быть храбрый. Глупый он, а не храбрый. Один раз голой попой на муравейник сел. А с Ивасиком он и правда водится. Не слушает бабушки, бегает в лес. И сидит за это в заперти потом. А еще он улиток ест. Бе! Девушка, о которой я спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом Ивасика. Ладно, только услуга за услугу. Поиграй с нами в прятки. А то бабушка не хочет, говорит, у нее кости ломят. Ладно, хорошо. Идет. Прячьтесь. А если я вас найду, вы мне поможете поговорить с мальчиком, который знает Ивасика. Думает, нас так легко найти. Он-то небось от черных не прятался. Не подглядывай и считай громко все пальцы. И на ногах тоже. Раз. Два. Три. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Я иду искать. Шорт поугарайтесь. А, ну в доме, понятно. В доме сбежал. Вот он. Вот ты где. Как ты меня углядел? Да, это может быть когда-то скучно, но... Почему бы я не поиграть, собственно? На крышу ведешь? На крышу ведешь? Я тебя вижу. Выходи. Так, еще двоих осталось найти. я тебя вижу повезло тебе последние так а последние следы где последние следы интересно и 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 Иначе рассказал бы про Ивасика. Боязно мне за Ивасика. Он не приходит больше. Пошли мы раз грибы искать, и я видел его на ру. Но бабушка на меня накричала. Говорит, чтоб не болтал с чужими, а то потом дети пропадают. И за Ивасика она тоже боится, хоть и говорит, что он придуманный. Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может, он знает больше, чем вы. А ты ему зла не сделаешь. На самом деле он не придуманный. Не сделаю. Ивасик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, Ивасик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка на краю болот. Там растет дерево, такое странное. Как присмотришься, сразу найдешь. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Так. а а Сюда рота. Почти чуть осталось его грохнуть. Ну, выполнил это задание по сюжету и в принципе всё тогда. Блин, я тут не туда. Блин, я тут не могу. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Если Ивасик настоящий, наверняка он оставляет следы Следы маленьких ног Ивасик здесь проходил Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Я лучше... Добавил субтитры 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 заканчивать она и так уже полтора часа ведет но и пройти квест этим как его и вальчиком надо квеста вальчиком закончим их принципе все если у васик настоящий наверняка он оставляет следы ой давайте-ка мы перейдем дождь следы маленьких ног и васик здесь проходил не надо выбрать подряд ну и как и а а а а а и Не уйди, не уйди, не уйди Так, давайте-ка сохранимся Субтитры создавал DimaTorzok Да блин, по-моему я не сюда иду Не-не-не-не, следы указывают сюда Следы ведут к норе, интересно что внутри Девасик Не бойся Ты хмурница? Луговик? А, прибожек Мало вас осталось на свете Я ищу девушку с серыми волосами, ты ее видел? Расскажи мне все сначала Где ты ее видел, что она делала? Мне это очень важно Почему? Ты хорошо знаешь детишек с поляны? Не бойся, я никого не обижу Ты здесь живешь? Нора уютная И место хорошее Ты, наверное, знаешь все, что творится на топе Тебе не мешают чудовища по соседству? В чем дело? Ты не можешь говорить? Почему? Ты потерял голос? Могу я тебе помочь? Хм-хм-хм Мне идти за тобой? Что ж, выбора нет Я даже такой глупый, конечно, вопрос Чтобы я тебе поясни, я тебя не понял Это, конечно, был глупый По поводу очков-навыков Это по пользу будет Я хочу их побольше напустить А-а-а Вот сколько их у меня сейчас? Умений Четыре Четыре очка умений Но О-а-а Мы не начали Э-э-э-э, увеличить руку над машинами Так Ну я машину атаку не Afterwards пользуюсь вот это вот знаки И однако мы Игорь не чаще пользуются, поэтому. Ахимия. Но ахимия не особо дела. Ахимия. Ну ладно. Сразу. Не отходи от меня. Пытаюсь, конечно, уклоняться от так, но не особо получается. Хочу бить. Ахимия. Мы пришли? Да, я гляжусь. На этом уступе есть что-то, что поможет тебе говорить? Придется туда залезть. Ахимия. Удачи! а ну как обрага хватит Убери находки, на что я могу? На что я могу? А, секунду. Ну и... Катайся, блин. Летает он дальше. Может, ему нужна эта бутылка? Держи. Молоко, шишка, улитка, кролик, телега. Картинка, пердёж, как звучит. Король купил коралловую корону на коронацию королеве Бруге. Навеселился уже? Мои любимые слова. Жить и не слышать божественного сочетания звуков ниточка-карачунницы всё равно, что лизать улиток через сукно. Спасибо тебе, славный. Кто бы ты ни был, прощай и будь здоров. Погоди, погоди. Я тебе помог, так уж и ты мне помоги. Ты что, хочешь превратить прекрасный акт альтруизма в дурацкий обмен услугами? Удивительно, как можно упрятать голос в бутылку. Вот и я удивляюсь. Это же всем голосам голос. Иной раз, как лесной ручеёк, а иной раз, как гром. Ну и будем честны, болтаю я столько, что льётся как из бочки через край. Кто-то по простой прихоти или из злости воспользовался очень мощной магией. Как вышло, что ты потерял голос? Просыпаюсь я поутру и собираюсь по обычаю своему попеть с дроздами. И не могу извлечь ни звука. Я старался изо всех сил. Да меня чуть удар не хватил. Тогда я пошёл в деревню. Там, говорят, новая колдунья творит чудеса. А люди стали кричать «Душегубик! Душегубик!» И спустили на меня собак. Я что, похож на Душегубика? Не похож. Вот и я о том же. По-моему, это дело ведьму. Кто ещё мог меня закладывать? Знакомый дрозд помог мне отыскать голос, но достать его я не мог. Попросил бы знакомую ворону отдать тебе бутылку. Бесполезно. Вороны ведь ведьмам служат. Я ищу девушку с серыми волосами. Не видел её? Ещё бы не видел. Как-то с утра я вышел, как всегда, сделать кучу. Это мой любимый момент дня. Солнышко светит. Птички поют. Ветерок веет. Сижу я, значит, довольный. А тут как жахнет, как грохнет. И ниоткуда появилась девица. Володая, серовласая, как ты сказал. А вдававок она была ранена. Едва дышала от усталости. Она получалась в сторону детских хат. И не слазли, будто за ней ведьмы гнались. Я, конечно, ругал её, что она мне помешала. Но она не слышала. У меня же голоса не было. Я был в деревеньке на болотах и встретил женщину. Она, наверное, и есть ведьма. Тебе не показалось, что она с приветом? Мягко сказано. Фу, значит, это не я странный. А она просто бабка. О сиротах заботится. Она говорит, будто меня дети выдумали. Сиротский приют на болотах? А чем тебе болота не нравится? Я тут всю жизнь живу и всем советую. Что ты знаешь о ведьмах? Они старые, как это чаще. Вредные, злые. Лучше их не злить. А если кто-то всё-таки перешёл им дорогу? Могут отобрать голос, а могут отобрать жизнь, как им вздумается. Гнусные бабы, но по-своему заботятся об этой земле. Говорят, они всегда выполняют обещанное. Только надо думать, о чём просишь. Ты их не встретишь и не услышишь, покуда они сами не захотят. И помни, они слышат и видят всё, что делается на болотах. Если она побежала в сторону приюта, может опекунша что-нибудь знает? Или дети? Не, бабушка с чужими разговаривать не станет. А с тобой разговаривать? Я-то к ней подход знаю. Ладно, ты мне помог, и я не буду вредничать, и тоже тебе помогу. Пойдём. Нам берёте на болото, вынимайте кого-то. Идем. Анна, иди. Идем. Ты тоже ваше, ну. Ну, так вот, ничего. Что, что, твою храма? Что, твою храма? И匪, твоя храма не смажешься. Используйся. Что, твою храма не смажешь. Нехорошо. Нехорошо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ни пол-ведьмой не видать. Сейчас спою бабушке. Успокою ее. Соловьи уже умолкни, умер ветерок. А луна из черных тучек сыплет свой песок. Ты снова поешь? Ощущение такое, что я где-то потерял переход на вторую октаву. Вернусь домой, поищу. Нельзя тебе здесь быть, Ивасик. Не можешь ты сюда приходить. Тихо, тихо, бабуся. Спокойно. Тебе время волноваться. Девушка, о которой я спрашивал. Бабусь, ты только не сердись. Этот индивид очень хочет встретить хозяек. О, нет, нельзя. Это очень важно. Индивид, заткнись. А ты, бабуся, выслушай меня. Я нашел Ясеньку, когда она пропала? Нашел. Горячку гневки унял? Унял. В обмен я тогда ничего не просил, ты же помнишь? Я даже за голос не в претензии. Так вот сейчас я кое-чего хочу. Ты уж, бабуся, ему помоги, этому индивиду. А то же он меня изводить будет. Кучу навалить спокойно не даст. Девка у него пропала. Хозяйки смогут найти, а? Раз уж ты так просишь, Ивасик, помогу ему. Ступай за мной. Ивасик добрый мальчик. А вот хозяйки его не любят. Паршивая тварь. Не любят его. Что за женщина на гобелине? Это хозяйки. Всемогущие хозяйки. Отзовитесь на призвание. Жалкий червь перед вами встанет. Как ты смеешь нарушать наш покой, женщина? Кто говорит твоими устами? Не дурен с собой, не глуп. И где ты такой выискался? Я знаю, что вы встречались с сероволосой девушкой, которую я ищу. Где она? О, какой ретивый. Может, он любит только сероволосых? Эта девушка моя приемная дочь. С такой красоткой это не мешает. Мне мешает. Смотрите-ка, какой впечатлительный. Пейница, как пиво в катке. Люблю таких. Значит, вы встречались. Расскажите мне все. Прямо в лоб? Может, и к лучшему. Скажи, духу у тебя хватит? Лесных тварей ты не боишься? Ух, тяжкие времена настали, белоголовый. Человек пошел на человека. Земля напиталась кровью. Зло сильно, как никогда прежде. Напившись гневой страданий, темная сила восстала у Штейгеров. Уничтожь бестию, и мы будем тебе благодарны. Все расскажем о твоей парышне. Темная сила? Вам нужен рыцарь или охотники за колдуньями? Староста деревни Штейгеры тебе все расскажет. Не забудь только взять с него плату, как выполнишь задание. Теперь наша служанка даст тебе стилет. Решил. Стилет? Зачем? Покажешь стилет, и староста поймет, что ты от нас. Он во всем поможет. Со старостой этим я поговорю, но ничего не обещаю. Шевелись, женщина! Отдай стилет! А ты... Возвращайся, когда выполнишь задание. Да, госпожа. Стилет. Принести стилет. Вот тебе стилет. Хозяйки велели тебе дать. Даю этот стилет. Плату от старосты положишь на валун. Лысый валун. Валун лысый знает валун. Валун слышит. Ладно, давайте, ребята, на этом мы с вами закончим. Продолжим в следующей серии. Спасибо. Всем пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.